Привет-привет! Вы смотрите интернет-телевидение Витебского университета, праздничную программу «Всё и сразу». У вас уже есть ощущение волшебной, сказочной атмосферы? Если нет, то отложите все свои дела и заботы и посмотрите сюжеты, которые подготовили наши корреспонденты. Игорь, а какой твой самый любимый праздник? Новый год. Хотя знаешь, день рождения – это тоже здорово, особенно если это юбилей. 105 лет – это когда за плечами огромный опыт взлётов и падений. 105 лет – это солидный возраст, но в то же время ещё есть куда стремиться. 105 лет – это звучит гордо. 105 лет нашему университету. Витебский государственный университет имени Машерова в этом году отмечает свой 105-летний юбилей. В праздничном зале собрались все те, для кого ВГУ – это родная альмаматор, любимая работа и сотни тысячи воспоминаний и планов на будущее. К своему 105-летию университет пришёл с определёнными достижениями в различных сферах своей деятельности. О них в поздравительных адресах говорили почётные гости и ректор университета. Вуз с более чем вековой историей поздравляли творческие коллективы университета, города Витебска и даже будущие абитуриенты – ученики 44-й школы. Хороших студентов, чтобы всегда он продвигался дальше, развивался в лучшую сторону. Жить, процветать и дарить профессионалов нашему миру, нашему городу и стране. Побольше успешных выпускников, конечно же, побольше мероприятий. Я пожелаю университету, чтобы его, прежде всего, его студенты развивали, продвигали его и достигали наибольших успехов. Долгих-многих лет процветания и чтобы молодёжь поступала сюда к нам, радовала своими талантами, своим образованием и, собственно, всего самого замечательного нашего любимого университета. Пожелаем только совершенствования, пожелаем творческих успехов как и преподавателям, так и студентам. Я хочу пожелать университету дальнейшего процветания, научных свершений, успехов и удачи. Дальнейших именно наших творческих, научных и спортивных достижений. Побольше студентов хороших, которые будут хорошо учиться. Больше ему ничего не нужно. Коллектив Витебского государственного университета поздравляет ВУЗ с днём рождения. Пусть сбудутся все надежды студентов и воплотятся в жизнь ожидания преподавателей. Пусть всё-всё хорошее обязательно сбудется. Телевидение Витебского университета подготовило фильм в ИГУ «История в лицах», в котором студенты, преподаватели, сотрудники и выпускники поделились приятными воспоминаниями о своей альмаматах. Настоящая кузница кадров. Самое лучшее учебное заведение не только в Республике Беларусь, но и во всём мире. Это 12 лет жизни, которые, на мой взгляд, были прожиты по делу. Это уже, наверное, часть моей жизни. Я отработала в университете 20 лет. У меня в трудовой книжке запись одна. Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Маширова. То учреждение, которое дало путёвку в жизнь, благодаря которому я стал тем, кем являюсь на сегодняшний день. И пора свиданий, и поцелуев, и взаимоотношений, и то, что в это время происходила определённая закалка и становление, вот это точно. Университет — это всё. Это жизнь, это судьба, это настроение. Он был самым лучшим для меня. Это моя жизнь. 1910 год — это год образования учительского института. И затем этот институт проходит серьёзные такие этапы своего развития. Доходя до 1995 года, с которого мы ведём отчёт образования классического университета — Витебский государственный университет имени Петра Мироновича Маширова. Это старейшее учебное заведение, высшее учебное заведение в Беларуси, кроме городской сельскохозяйственной академии. А среди учебных заведений университетского типа старше нас никого нет. 105 лет — это знаменательная дата. Стал хорошим наследником нашего Витебского периодского института имени Семироновича Кирова. И он прибавил в своём развитии настолько существенно, что его узнать просто невозможно. От того университета, которому впервые присвоили это звание, университет, и до сегодняшнего университета, а до дистанции не 20 лет, а до дистанции огромнейшего размера. Ну, это было новенькое здание вот это, где было много студентов, и мы практически все здесь помещались. Мы ходили вот так вот всё время с открытыми ртами и всё рассматривали. Вот это впечатление я хорошо помню. Когда я зашёл в аудиторию по случаю собрания и отправки в колхоз, каждое место было занято представителем слабого пола. И я понял, что, видимо, факультет, на который я пришёл работать, действительно факультет женский. Мне стало на какой-то момент, в какой-то момент просто страшно. После первого курса остался один я и 28 девочек. Это было прекрасно, приятно. У нас вообще на курсе было всего лишь 6 мальчишек и 100 девчонок. То есть всё было интересно, всё было по-новому, и, конечно же, если сравнивать со школой, совершенно-совершенно другим. Пробилатели были просто замечательные. Они не только глубоко знали учебные дисциплины, но они знали жизнь. И они могли учить жизни ненавязчиво. Часть из которых и сейчас продолжают обучать студентов. Это те люди, которые всё-таки дали им очень огромный заряд знаний жизненной позиции. Учиться легко, потому что преподают настоящие мастера своего дела. И с ними всегда интересно приходить на пару и получать знания каким-то новым образом. Я гоноруюсь этим, что наш университет даёт высококвалификованных специалистов и забеспечивает высококвалификованными кадрами всю Витебскую область. Выпускник педагогического института – это был универсальный игрок, который мог быть и милиционером, и педагогом, и руководителем любого масштаба. Все девочки педагогического факультета должны были чем-нибудь заниматься. Хор, вокал, танцы, агит-кружки. На первом-втором курсе я занимался ещё и народными танцами. Выходил на сцену, но мне это нравилось. Меня даже убедили заниматься в оркестре народных инструментов. Я три года занимался. Вёл все мероприятия. И сегодняшний концерт тоже я видел. Я был участником и концертной группы факультета, и театральной студии. Был замечательный хор и замечательные традиции, где я пел тенором. Вот танцевальный кружок, студенческий театр «Миниатюр». Я тоже, кстати, там принимала участие. Это всё было так интересно. Мне кажется, что в основном всё-таки студенты жили вот здесь, вот в университете. Доверяли организацию концертов на властных или городских торжествах. Можете представить, какой был уровень работы со студентами? В университете невозможно не заниматься видом спорта никаким. Поэтому спорт – это тоже была достаточно серьёзная часть. Выбора не было. Отказаться, например, от соревнований по баскетболу, волейболу и так далее. Умеешь, не умеешь, а идёшь и защищаешь честь филфака. Я уже не помню. Первыми были, либо последними. На гимнастику. Ну, какая там была гимнастика? Ну, раз преподаватель сказал, это святое. Биатлоном занимался и бегом. Сейчас, глядя на меня, тяжело это поверить. Вообще лёгкой атлетики. Бегал я. Я женился в костюме 44-го размера. 44-го размера. Это потому, что я был крайне стройный. Я очень хорошо бегал и прыгал в высоту. И ещё я занимался футболом. У нас создано 10 факультетов функционируют. Это почти 9 тысяч студентов. Это подготовка специалистов по 41 специальности первой ступени. По 17 ступеням магистратуры, аспирантуры. Богатый научно-педагогический коллектив. Это почти 50% остепенённости. Это ведущие научные школы, которые знают не только в республике, но и за рубежом. Их сегодня насчитывается 11. Возглавляются авторитетными учёными в своих областях. Но это потенциал не только нашего вуза. Это потенциал нашего региона и потенциал нашей республики. При всех 56 вузов в то время мы были седьмыми, кто сертифицировал свою стилу менеджмента качества. Это большая заслуга, но я опять же хочу подчеркнуть, что за премией правительства, за любой наградой, которая есть в университете, стоит колоссальный труд преподавателей, сотрудников, как мы говорим, менеджеров. Ну и, соответственно, это результат качественной вовлечённости в этот процесс всего коллектива, включая студентов, прежде всего. В 2013 году на 5 лет мы были награждены премией правительства в области качества. У нас есть для качественного обучения всё. Всё зависит теперь только от самого студента. Международный, современный, европейский университет. Студент у нас замечательный, современный, информированный, развитый. Ему нужны такие же преподаватели. Они с высоким чувством юмора, при этом они знают, где и что можно сделать. Они просто замечательные. Нынешний состав студентов, если судить по научным достижениям, если судить по учебным показателям, я думаю, что это те люди, на которых надо ориентироваться. Здесь мы находим своих друзей, мы обретаем и самих себя, потому что именно за этот период времени можно установиться как личность, обрести профессию и понять, чего ты дальше хочешь. И в этом всём помогает именно университет. Это второй дом. Мой второй дом, действительно, и место, куда я прихожу, естественно, за знаниями, и для того, чтобы получить удовольствие от общения с прекрасными людьми, которые обитают здесь. Я ожидаю нашему университету долголетия. Процветания, стабильности. Развития. Замечательных студентов, из которых мы постараемся подготовить столь же замечательных специалистов. Дай Бог, чтобы эти люди, которые пришли за знаниями, не довольствовались только дипломом, а чтобы знания для них были путеводной звездой. Университету пожелаю не стареть, всё время быть молодым. Новых творческих коллективов, новых открытий. Не терять вот тех традиций, которые складывались на протяжении многих-многих лет. Высоких достижений, хороших кадров. Ещё 105 лет как минимум, а потом ещё 105 и ещё. Войти в топ-100 лучших вузов мира. Так держать у стройчего, уверенного развития. Оля, как ты думаешь, какой будет самый лучший подарок девушке на Новый год? Может быть, плюшевый мишка с меня ростом? Или айфон? Или серёжки с бриллиантом? Нет, Ида. Самое лучшее для девушки – это звание мисс ВГУ. Вок – это образ, танец или модный журнал? Или же, возможно, уже целая субкультура, среди приверженцев которой уверенные, сильные, чувствующие моду молодые, привлекательные люди? Ответ на этот вопрос мы пытались получить на университетском конкурсе грации и артистического мастерства «Мисс ВГУ-2015». Вок – это стиль направления моды. Вок – это ещё и танцы, и костюмы интересные. Это тема нашего сегодняшнего конкурса. Когда я узнала, что будет эта тема, я очень обрадовалась, потому что, на самом деле, да, я знаю о ВОКе чуть больше, наверное, чем бы я знала о футуризме, как в прошлом году. Мне кажется, он подходит любой девушке, потому что этот стиль позволяет раскрыть всю женственность, всю красоту каждой девушки. Девять участниц – разных, особенных, жаждущих быть в центре внимания – боролись за корону в ходе традиционных конкурсов, старались выделиться, привлечь внимание жюри и сразить зрителей обаянием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Если счастье придет, то ты его заслуживаешь. За кулисами нам удалось получить ответы на кайферные вопросы и раскрыть секреты конкурсанток. Каждый он уникален. Кто-то, конечно, за цветом волос, кто-то, возможно, какой-то явным отличием именно внешне. Наверное, своей непохожей внешностью, то есть темные волосы, голубые глаза, я думаю, это нечасто встретишь. Ну и, конечно, своей уникальной фамилией, да. А что касается недостатков? Недостатки их правильно скрыть и все будет отлично. Я очень застенчивая. Мне вот сегодня будет трудно отвечать на вопрос. Я и сейчас стесняюсь. Любая девушка, даже если она боится, она должна как-то себя перебороть, найти в себе силы и все-таки рискнуть. Верить в себя, любить в себя и идти, стремиться, добиваться. Это возможно. Это всегда возможно. Тем более, в первом курсе я вообще не думаю, что я попаду сюда, но вот так как-то пошло-пошло. Я просто верила ей. Я здесь, и вот я уже скоро выступать буду. Капец. Без желания здесь делать явную вещь. Это изнуряющие репетиции до вечера, до ночи. Но когда ты действительно хочешь, и когда тебе это действительно нужно, ты на это внимание не обращаешь. Это первый раз, когда я участвую в конкурсе. Хотела попробовать свои силы. Мне все нравится. Познакомилась с девочками. Все отзывчивые, хорошие. Я хотела показать все свои умения, навыки, достижения, приобрести новых друзей. Ну и, конечно, получить удовольствие огромное. У меня такое рвение победы. Хочется все-таки выиграть. Но на самом деле здесь просто этого не хватает. Очень ностальгируешь, очень хочется вернуться, очень хочется вот эти все эмоции испытать. Хоть и страшно, хоть и слезы, хоть и истерики. Здесь все происходит, абсолютно все. У тебя есть какой-то идеал, на который ты равняешься, стремишься, хочешь быть похожей? Вообще у меня всегда был этот идеал. Это бабушка моя. И если у меня получится выиграть, я, наверное, сделаю это как больше ради нее, а не ради себя. Моя мама, наверное. Она очень сильная характера. Мне вот не хватает этого. А на что ты готова ради победы? Готова подплить каблук соперницы? Конечно, нет. Мне просто приятно участвовать в этом конкурсе. Конечно, если я одержу победу, мне будет очень приятно, но никаких таких пакостей, подлостей, ничего такого. Интеллектуальный конкурс. Кто написал Мону Лизу? Ой, какой хороший вопрос. Леонардо да Винчи. Столица Канады? Атава. Атава. Семью восемь? Семью восемь. Пятьдесят шесть. А кто отрезал ухо Ван Гогу? А то возмущаются, что не знают. Ой, да ладно. Как отрезал ухо? Да. Ну, он сам себе отрезал, да? Как звали Есенина? Сергей Есенин. Сергей. Сергей Александрович Есенин. В этом году ему исполнилось 120 лет. Здесь такая топ-модель американская Тайра Бэнкс. И она давала советы по фотосессии. Нужно схватиться за то место, которое у тебя болит. И тогда кадр будет удачным. Давай сейчас попробуем. Представь, что у тебя болит голова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень сильно волнуюсь и сразу так не сориентируешься. Представляете, через пару минут не выходить на сцену, а я должна придумать, как пишется в «Минегрет», вспомнить, сколько углов у чего-то там и схватиться за бедро. Рейтинг ожиданий зрителей совпал с результатами жюри. Вторая вице-мисс – Яна Болгараш. Первая вице-мисс – Анна Тишарова. Мисс ВГУ-2015 – Анна Величко. Это не передать ощущения, я на самом деле не ожидала. Это такой шок и так радостно. У тебя есть возможность поблагодарить всех, кто был с тобой в этот вечер. Спасибо большое всем, кто меня поддерживали, и все, кто за меня голосовали, мне очень приятно. Поддержка была, я в шоке. Ольга Ханис, Алексей Каледа, ТВУ. 24 декабря в нашем университете состоялся последний концерт. Последний, конечно же, в этом уходящем 2015 году, на котором по традиции были подведены итоги и награждены победители конкурсов Совета ВГУ. Все подробности в сюжете Елены Юхно. В преддверии новогодних праздников в актовом зале ВГУ подвели итоги 2015 года, насыщенного интересными событиями и значимыми достижениями. С главной сцены университета звучали именно тех, чьи результаты труда были наиболее значимы, чей успех принес пользу обществу, на кого стоит равняться коллегам и студентам. Все эти люди – победители конкурсов Совета ВГУ. В рамках Года молодежи и 70-летия Великой Победы в университете прошло множество мероприятий, и решением оргкомитета конкурса была введена специальная номинация за вклад в патриотическое воспитание студенческой молодежи. И победителями в этой номинации стали Серебряков Андрей Иосифович, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта, Махиня Ольга Владимировна, заместитель декана по воспитательной работе исторического факультета, Трущенко Владимир Васильевич – доцент кафедры физического воспитания и спорта. Обладательницей почетного звания студент года ВГУ-2015 стала студентка юридического факультета Татьяна Чудикова. Звание «Лучший преподаватель ВГУ» присвоено трём преподавателям. Масловой Валентине Аврамовне – профессору кафедры общего и русского языка знания, доктору филологических наук, Галузой Лариону Викторовичу – доценту кафедры инженерной физики, кандидату физико-математических наук, Балаевой Тихомировой Ольге Михайловне – доценту кафедры химии, кандидату химических наук. Лучшей естественно-научной кафедрой стала кафедра географии, а лучшей гуманитарной – кафедра литературы. Отрадно осознавать, что год ювелейного университета кафедра литературы стала лучшей гуманитарной кафедрой. Я, наверное, скажу, что мне приятно, как заведующему, почерпнуть то, что сотрудники кафедры проявили себя во всех сферах деятельности. Мы гордимся тем, что в 2015 году мы получили подтверждение на две государственные научные программы. Есть еще возможность сказать слова благодарности. В первую очередь руководству университета и факультета за то, что отметили наши заслуги, признали нас лучшей гуманитарной кафедрой. Ну и в преддверии Нового года пожелать всем удачи, здоровья, счастья и всего самого лучшего. Свои поздравления награжденным дарили творческие коллективы университета. Так как Новый год – это пора чудес и волшебства, то и праздничный концерт был наполнен сюрпризами. На сцене выступали даже преподаватели университета. Оркестр племит глазами Трубач выдувает петь Думайте сами, решайте сами Иметь или не иметь Иметь или не иметь Каким бы ни был уходящий год, мы будем вспоминать только хорошие моменты. Ведь их в уходящем году было немало. Пусть в новом 2016 году будет еще больше побед и научных свершений. Дорогие друзья, уважаемые студенты и сотрудники нашего университета, мы желаем вам в новом году всего самого прекрасного и исполнения всех ваших мест, новых желаний, новых возможностей, всего вам самого замечательного в новом году. И, конечно же, скажет Снегурочка моя родная, Мы пожелаем вам счастья, здоровья, любви, домашнего уюта и тепла. С наступающим Новым Годом! С Новым Годом! Вы верите в Деда Мороза? В смысле нет? У нас, между прочим, есть видеодоказательства его существования. Добрый день, добрый день, добрый день, у вас зайдем еще. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Мы пришли вас поздравлять, вы не забыли снова, что скоро Новый Год? Нет, я забыл только одно, что он скоро, понимаете? А еще очень долго, так, слушай, господи. Ну что, Дедушка Мороза? Чтобы получить подарочек от Дедушки Мороза, что нужно сделать? Правильно! Либо стишок рассказать, либо песенку, либо зажигательный танец какой-нибудь. Да, конечно. Боже, что же мне сделать? Ну что же мне придумать, да? Ну, да, значит, нет, чего это самое? В лесу родилась елочка, а я искал там елочка. Снегурочку нашел я, снегурочку нашел я. Узел у деда. А, попадал. Ай, какая. С Новым Годом. Дедушка, вам за это, что вы меня забираете даже при плане? Да. А, сбагарить? Я так и понял, что сбагарить хочет. Так или нет? Дедушка. Студентам хочется, пожалуй, сдать на отлично зимнюю экзаменационную сессию и получить хорошую стипендию. А тем, кто учится на внебюджете, бонус для снижения оплаты за обучение. До встречи в новом шестнадцатом году. Ой, дедушке понравилось пожелание в процессию. Как и Снегурочке, я думаю. Да, да, да. Поздравляем вас. Мы хорошим мальчиком. За поздравление и говорим о том, что Деду Морозу нельзя есть шоколад, а сниженочки мы дарим. О, спасибо большое вам. Я думаю, что, конечно, зубов-то у него нет. Нет, зубов-то у меня нет, не мало. Здравствуйте, здравствуйте, девочки. Мы пришли вас поздравлять с наступающим Новым Годом. Вы, надеюсь, о нем не забыли еще. А снижки вы подготовили? Я помню, когда Мишка красолам по лесу идет. А до новогодней? А, можно и любой. Нет, я только такой помню с детства. Хорошо. Лапы по лесу идет, а снижки собирают, песенки поет. Вот упала шишка у меня на мишке в лоб, Мишка расследился и ногою топ. Молодец, молодец. Тогда мы вас поздравим с таким хоть сладким подарочком. Спасибо. Как раз к чаю. А чтобы в Новом Году студенты вас радовали, ничего не огорчало, если дверь и токарь вперед. Спасибо. А главное, чтобы что и студентов не огорчало. Суденты у нас на акции. Спасибо вам. И все. Пойдем дальше. На медик поедем. Мы вам напомним, что скоро Новый год. Праздник. Великий праздник. Мы хотим вам пожелать в Новом Году, чтобы у вас было очень много здоровья, много удачи, поменьше работы и только солнечных дней, а не таких вот серых, как за окном. Ну, спасибо. Вообще, день начал уже увеличиваться, так что ваше пожелание соответствует астрономическому прогнозу. Спасибо. А чтобы получить подарок от Деда Мороза, вы помните, что нужно делать? Нет, давно было. Стишок рассказать, песенку спеть или станцевать. Нет, вот это вот уже не знаю. Это очень красивое, хорошее пожелание, которое услышат, наверное, все студенты его знают. Всем студентам, ну, чтобы у вас были преподаватели, которые всегда, которые вас любят, ценят, и чтобы относились они к вам так, как вы относитесь к ним. И все будет самое-самое-самое лучшее всегда. Маленький подарочек, счастье вам! Спасибо, спасибо. Чтобы получить новогодний подарочек от Дедушки Снегурочки, нужно рассказать стишок. Исти на пирог и промагать, и крестить выпадковые неудачи. Когда в горме сумма бутуга, все равно далеглят широкий бачок. Ой, как чудово! Я ж по-небородски могу разговаривать с тобой. Теперь можно, Дедушка? Теперь можно. Заслужила, Дедушка! О, какая Снегурочка! О, какая Снегурочка! Дякую великую! Для меня так при чакане и так приемно. И, ну что, ждаю вам за все, чтобы быть такими чаканами. Чаканами. И усягу наилепшего! 2015 год был разным. Мы надеемся, что все задуманное вами исполнилось. И сейчас мы хотим вспомнить только самые лучшие моменты, которые нам подарил этот год. 2015 год в Республике Беларусь был объявлен Годом Молодежи. Однако в стенах Витебского государственного университета имени Машерова каждый год является таковым. Все потому, что студенческое самоуправление является неотъемлемой частью любого направления деятельности вуза. Новый формат общения «Открытый диалог» набирает все большую популярность. Именно в таком формате состоялась встреча студентов с ректором университета Алексеем Владимировичем Егоровым. Каждый участник мог не только задать интересующий вопрос, но и проявить инициативу по всем направлениям функционирования университета. Трехэтапный экзамен, рейтинг студента, студенческое самоуправление – все эти вопросы и не только не оставили равнодушными ни одного из участников проекта «Молодежные дебаты. Выбирай бай». Ведь в споре, как известно, рождается истина. Две команды самой активной молодежи университета приняли участие в дискуссии студент 21 века. Логичность и структурированность ответов ораторское мастерство оценивали опытные эксперты. 2015 год стал успешным для нашего университета в вопросах приемной кампании. Результатом этого стала целенаправленная профориентационная работа, проводимая каждым факультетом. Ряды студентов-машеровцев в этом году пополнили 430 юношей и девушек. Именно для них в сентябре состоялся университетский праздник посвящения в студенты. Это праздник молодости, оптимизма и студенческого задора. Это масса положительных эмоций и хорошего настроения. Новоиспеченные студенты стали свидетелями передачи символичного гранита науки от старшего поколения младшему. Год 70-летия Великой Победы университет встретил молодежным патриотическим марафоном, в рамках которого состоялось множество мероприятий. Поэтический театр на феологическом факультете представил вниманию зрителей произведения о Великой Отечественной войне. С главной сцены университета озвучали стихи, пронизывающие душу. Мы должны помнить и героические традиции прошлого, и не забывать, что независимость Беларуси ковалась в годы Великой Отечественной войны. Акция «Ко дню конституции Республики Беларусь» про сдеолог Моуд от души до сердца собрала полный зрительный зал. Приятным сюрпризом стало выступление актеров трупа Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса. После концертной программы всем желающим, а их оказалось более сотни, предложили принять участие в городском диктанте по русскому или белорусскому языку. Работы принимались анонимно. Необходимо лишь было указать сферу своей деятельности. Проверяющие обещали двоек не ставить. В рамках международного образовательного проекта «Темпус» Витебский государственный университет принимал делегацию из Новгородского университета имени Ярослава Мудрого. На протяжении трех дней 36 студентов и 4 преподавателя знакомились с системой образования Республики Беларусь, посещали занятия по профилю, делились опытом и познавали традиции университета. Сотрудничество двух вузов длится уже на протяжении 10 лет. Сейчас и по 2017 год вузы будут взаимодействовать в вопросах повышения квалификации преподавателей и руководителей учреждений образования в среде многообразия. Волонтеры вузов Беларуси в этом году встретились в ЭГУ. Трехдневный форум проводился при поддержке итальянского благотворительного фонда «Поможем им жить». Теперь студенты Беларуси вместе с итальянскими семьями делают счастливыми все больше и больше детей. В рамках форума проходили благотворительные мероприятия в поддержку детского социального приюта. Каждый мог посетить праздник детства, ярмарку хендмейд-товаров и благотворительный концерт. В этом году на форуме было представлено четыре социальных проекта. Победу и денежный приз заслужил проект Витебского государственного университета «Каждый имеет право быть счастливым», раскрывающий безграничные возможности клоунотерапии. Ежегодно в ЭГУ становится площадкой для республиканских соревнований. У студентов нашего университета в феврале была возможность увидеть боксерские бои собственными глазами. 17-й открытый республиканский турнир по боксу прошел в Большом спортзале в ЭГУ. В соревнованиях собрали больше сотни спортсменов Беларуси и России. Сильнейших боксеров определяли в четырех возрастных группах. Всего разыграли 23 комплекта наград. В 13 весовых категориях победу праздновали боксеры Витебской области. Творческая жизнь в ЭГУ, как всегда, наполнена яркими событиями. Арт-осень ВГУ – фестиваль идей, объединяющий все факультеты в единое целое. Фейерверк Задорнова по студенчески позитивного творчества две недели царил в нашем университете. За время фестиваля прошло множество мероприятий. К каждому конкурсу участники искали свой индивидуальный подход, который смог бы раскрыть их талант с наилучшей стороны. Желающие продемонстрировать свой талант в каком-либо жанре искусства смогли проявить себя в конкурсе «Мир талантов». В два тура прошел вокальный конкурс. В номинациях «Соло», «Дуэт», «Ансамбль» представили танцевальные номера факультеты в рамках конкурса «Ритм вдохновения душа». В рамках фестиваля состоялся долгожданный для первокурсников конкурс «Курс молодого студента». Команда первокурсников каждого факультета представили на суд-жюри визитную карточку и видеоролик, с чего все начиналось. Победителем главного конкурса первокурсников в этом году стал педагогический факультет. Традиционные, но не менее популярные конкурсы «Мисс ВГУ» и «Мистер ВГУ» не оставляют ни единого пустого места в зрительном зале. Конкурсанты удивляют зрителей, жюри с зажигательными танцами, красивыми песнями, душевными стихами и даже монологами о самом главном. Победителем конкурса «Мистер ВГУ» 2015 стал студент педагогического факультета Антон Шавлюга. Обладательница короны и титула «Мисс ВГУ» в 2015 стала студентка биологического факультета Анна Величко. 2015 год стал юбилейным для нашего университета еще по одной причине. Витебский государственный университет праздновал свое 105-летие. Поздравить любимый вуз с праздником пришли как почетные выпускники университета, так и будущие абитуриенты. К своему более чем вековому юбилею университет пришел с хорошими достижениями в различных сферах своей деятельности. Оль, а где будешь встречать Новый год? Слушай, а на елку пойдете? А подарки будете дарить друг другу? А Голубой Огонек будете смотреть? А еще знаешь, что хотел спросить? Все эти, а также другие вопросы, прямо сейчас. Друзья, всем известный факт. Студенты — это особая раса. Именно поэтому самая холодная пора года у них ассоциируется не только с Новым годом, но и с создачей сессии. Съемочная группа ТВУ решила поинтересоваться, какое же настроение у наших студентов перед большими выходными. Поехали! Ребят, технологии не стоят на одном месте, поэтому мы решили сделать селфи-интервью. Товарищ оператор, как есть у вас новогоднее настроение? Шикарное новогоднее настроение, особенно когда я вижу снег по утрам, когда он падает мягко на окна и лажется на машины. Стесняюсь спросить, а где вы живете, если у вас снег? Я живу в Витебске. Я просто представляю еще. У меня воображение хорошее. Ясно, просто я тоже живу в Витебске, и снега нет. Ну, я подключу воображение, и все будет нормально. Новый год приближается. Как у тебя настроение есть? Ну, надо сказать, наверное, что да. Да, есть. Тогда или нет? Вообще нету. Новогоднее настроение есть у тебя? Нет. Сессия? Так точно. Вообще чувствуется, что праздничные дни скоро? Нет, у меня весна. Весна? Весна. Просто всегда по жизни? По жизни и сейчас, да. Что нужно сделать под бой курантов? Желание загадать, естественно. Взять быстренько бумажку, написать на ней желание, сжечь ее. И в шампанское выпить, и подумать, что оно действительно исполнится. Правильно, правильно, правильно. Где вообще будешь встречать Новый год? Вот этого я не знаю. Никогда не планировал. И все время куда-нибудь попадало. Это здорово. Я с тобой все время был. Ну, дом, да, родители. Ответь, пожалуйста, что ты не знаешь, где ты будешь встречать Новый год. Где ты будешь встречать Новый год? Честно, не знаю. Здорово. Смотри, а спроси у меня, где я буду встречать Новый год. Где ты будешь встречать Новый год? Микрофон так на меня направь. Смотри, я Игорь, я живу один. Поехали ко мне? На Новый год. Нет, мне парень не разрешит. Ай, ну ладно. Нет. Игорь, где ты будешь встречать Новый год? Я Игорь, я живу один. Приезжайте ко мне. С удовольствием. Дорогие друзья, сегодня мы берем интервью у ведущего ТВУ Игоря Туркова. Игорь, привет. Скажи, где ты будешь отмечать Новый год? Что вообще значит для тебя этот праздник? И все-таки, кто кого? Санта-Клаус или Дед Мороз? Дед Мороз, Санта-Клаус. Санта-Клаус, Дед Мороз. Я думаю, что это будет... Сейчас. Эники, Беники, Ели, Вареники. Раз, два, три. Это будет Дед Мороз. Это будет Дед Мороз. Да. И я Новый год буду отмечать у Максима Писаренко. Он меня пригласил. Здравствуйте. 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 Это на самом деле вранье. Если бы дрался Дед Мороз и Санта-Клаус, ты бы кому помог? Я думаю, они справятся сами. Не, ну пусть ребята веселятся. Чего мне лезть? Хорошо. Тогда кто бы из них победил? Кто бы из них победил? Дед Мороз, Санта-Клаус, Санта-Клаус. Дед Мороз. Дед Мороз. Почему? У него есть медведь. У него поддержка есть. Он же всегда со снегурочкой в компании. Не, ну, понятное дело, что русский победит. Потому что кровь-то богатырская. Дедушка Мороз, он хоть и дедушка, но он может все. Дед Мороз все-таки Санта-Клаусу сделал бы. Фаталити. Потому что Дед Мороз русский. Да, он русский. Но Mortal Kombat американская игра. Но все равно фаталити бы он ему сделал. Так, а ты еще веришь в Деда Мороза там или снегурочку? Верил ли ты в Деда Мороза? И когда ты перестал в него верить? Или вообще до сих пор веришь? Вот расскажи нам. Знаешь, у меня была такая история, что я в новогоднюю ночь шел купаться. И каждый раз... Шел купаться? Ребята, вы это слышали? Чувак в новогоднюю ночь шел купаться в детстве. Сколько лет? Ну, там шесть где-то было. Подожди, я шел купаться в ванну. Меня еще тогда мама... Сутенку! Вот, и... Magic moments. Это примерно было magic moments, как вы поняли. В дверь постоянно звонили. Вот, и мне... Подожди, у тебя в ванной установлен звонок? Да. Говорил, что приходил Дед Мороз. Да, и ты кричал, занято! Да, да, да. Ну, и потом, ну, как бы, я верил лет до семи. Пока однажды я голый не вышел открыть ему дверь, а его нет. А это не Дед Мороз. Мне кажется, он просто испугался, как бы, Игоря голого. Ну, да ладно. Ты бы хотел встретить Новый год так, как герои фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Нет, я не хотел бы встретить в кровати. Я хотел бы активно встретить. Есть такая мечта, да. Серьезно? Я прям угадал. Угадал. Хорошо. А так как герои фильма «Ёлки»? Не смотрел. Вообще ни одной части? Нет. Ты хотел бы провести Новый год так, как герои фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром»? Вот это прикольно. Реально прикольно. На самом деле прикольно. С самого детства, вот когда смотрел этот фильм, было очень забавно наблюдать вообще вот все это, собственно говоря, все вот эти вот действия, весь вот все вот складывать, перебирать в голове все. Но это... Точку действий — это здорово. Это в принципе круто, когда ты просыпаешься в чужой квартире с девушкой. Да, 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 да. А, ну ладно. Подожди. Мы так не договаривались. Новый год — это детский праздник. Я должен верить в Деда Мороза. Я вообще, ну, не просыпаюсь с девушками в чужой квартире. Ты знаешь, мы, наверное, всем... Желаем хорошо встретить Новый год, так как герои фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Или как «Ёлки» с «Ёлкой». Нет, наверное, «Ирония судьбы» лучше. Ну ладно, давайте как «Ирония судьбы». Да, «Ирония судьбы» встречайте. Это будет вот так вот. И просто все люди, которые встречают Новый год в Витебске, они просыпаются 1 января в Бресте, а те, кто встречают в Бресте... Вместе в одной квартире. Пожелай что-нибудь в своей модной группе. Главное сейчас... Это слишком большое интервью, поэтому пошли к кому-нибудь другому. Ребятюни, с наступающим вас Новым годом! Счастливого здоровья и всего-всего хорошего! Хорошо провести Новый год, чтобы у них была прекрасная погода, чтобы всегда в их наушниках играла хорошая музыка. И всего вам самого лучшего и замечательного. Ну и, конечно, своим родным. Желаю счастливого Нового года, здоровья, самого лучшего! С Новым годом! С Новым годом, ребята! С новым счастьем, ребята! С новым счастьем! Удачи, здоровья и добра в Новом году! Это был Максим Писарин. Это был Игорь Турков. Всем пока! С Новым годом! Ну что ж, друзья, вот такое вот прекрасное праздничное настроение царит в нашем университете в канун Нового года. Мы желаем вам всего того же самого, только прекрасного и много-много-много-много. Еще увидимся! Не скучайте! Друзья, мы желаем вам много добра, счастья и радости. И много-много-много-много-много-много-много снега в новогоднюю ночь. Увидимся в новом 2016 году. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok